На окне отдела обслугования ученых малыших классов областной универсальной библиотеки еще можно увидеть поведомления о том, что в связи с проведением работ трапить сюда можно только со двора, но по великим рахункам теперь оно уже не актуальное. С 30-го кастричника отделение снова принимает наведывательников с парадного у выхода. У вынеку реконструкции тут не только изменили интерьер, но и пополнили фонды. Сегодня детящих книг шматые, они вельми разностайные, причем их можно выкороставить не только непосредственно для читания. Вот это, например, книга ЦАСКА, за ее можно познаймить детяте уже в возрасте 6 месяцев. Почас проведения реконструкции у детячем отделе областной библиотеки обвесили акцию «Подары книгу детям», принять уделу, якой запросили размещенные у Гомеля предприемства и организации. Пакуль отгукнулись и не все, але час еще есть. Акция протягнется до конца года. Свой уклад у пополнения фондов унесла и телерадиокомпания «Гомель». С керанистом библиотеки саправды можно погодиться. Книга – это свет, який выховывает и вучит веру в себя брусство и справедливость. Довольно шмат батьков сегодня не только мкнутся приучить детей до читания папировых выданий, але и сами читают разом за ними. К счастью, есть семьи, которые заинтересованы в том, чтобы их дети развивались, чтобы они читали. И в прошлом году мы работали по проекту, например, дружим с книгой всей семьей. От литературы для маленьких до литературы для дорослых. Когда у детяжем отделе принимали выдания для детей, то непосредственно у самой областной библиотеки сегодня презентовали выдание творов Франциска Скарины. В 22 томах все известные творы первого белорусского книга «Друкара». Это первое семейное выдание будет и в всех районных библиотеках Гомичины. Такие штаммы, до речи, передадены так же в Национальной библиотеке России, Украины, Ватакана, США, Великобритании и Китая. Скарина известный как философ, как у нас первый доктор наук, тому вельми цикавные его предмоги, комментарии до его выдания. Тому, например, мы собрали из всего света, по сторонам, все, что заховалось из книжной спадщины Скарины. Полное выдание Франциска Скарины стало махчемом у Тымляку, дякуючи супрационницу библиотеки разных краин. Об необходимости постоянного взаимодействия сегодня казали и подчас Международного форума для лог-культур, традиций и инноваций украизнавшей деятельности, проектной деятельности, створение и поддержка сайта. 45 год тому областные библиотеки Гомеля, Бранска и Чернихова пожалуй не просто обмениваются опытом, а и проводить суместные мероприемства. У их и зараз шмат огульных задач. Самая головная серия таких выхований – просто слово. На каждом сайте библиотеки можно найти ту литературу, ту информацию, которую больше нигде не найдешь. Поэтому читать стали не то, что меньше, они по-разному читают. Читают электронную книгу, читают печатную книгу, читают электронную информацию, читают просто газеты и журналы. Олег Синтеров, Сергей Лукашев, Телер, Радо, Компания, Гомель.